Итак, сегодняшняя тема, как уже сказала Марина, это Таир. И непосредственно, как PySystem участвует в этом процессе. Итак, план нашей сегодняшней беседы. Для начала дадим определение, что же такое техобслуживание по состоянию. Дальше рассмотрим различные методологии, которые в этом вопросе применяются. На конкретной демонстрации посмотрим, как это работает с PySystem. И далее я расскажу, где скачать соответствующие материалы, чтобы такую же или, скажем так, похожую к той демонстрации, которую буду использовать я, развернуть у себя и тоже потестировать и посмотреть. И перед тем, как мы перейдем непосредственно к определению, я хотела бы задать небольшой вопрос нашей аудитории. Да, у вас сейчас на экранах вопрос. Какая система Таир используется на вашем предприятии? Ну, процесс действительно идет. Пока, к сожалению, больше всего голосов отдается варианту. Мы не используем систему Таир, так что тема всем будет нова сегодня. Следующее место занимает ответ «Другая» и по два голоса на SAP PM и IBM Maxima. Но, собственно, пока голосование мы оставим, можете продолжать. Участвуйте в нем, потом подведем итоги. Да, я хотела бы оговориться, что во время регистрации у нас много достаточно вопросов задавали на тему интеграции по системам со сторонними системами, в частности, SAP PM или IBM Maxima. Мы уже начали обсуждение про IBM Maxima на нашей страничке в LinkedIn и уже даже выложили туда некоторые материалы. И, в частности, кстати, про SAP PM там тоже есть материалы. Если вы хотите, может быть, задать какой-то конкретный вопрос, там мы можем это отдельно обсудить вне рамках вебинара. Я про SAP PM во время вебинара буду немного говорить, но без особых акцентов и деталей. Я думаю, что мы можем продолжать, как уже сказала Марина, отвечать. Дальше это нам будет интересно для статистики, и мы к этому вопросу еще вернемся. Итак, что же такое техобслуживание по состоянию? Если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения сложности и эффективности, то наименее сложным и, соответственно, менее эффективным является по событию. То есть, когда какое-то событие отказа происходит, и вы, соответственно, организуете ремонтные какие-то работы. Например, если мы рассмотрим автомобиль. У вас перегорела лампочка. Вы поехали, ее заменили. Собственно, как и на производстве. Есть какие-то некритически важные объекты. Они перегорают, выходят из строя. Вы их просто заменяете уже по факту. Соответственно, событие случилось, мы делаем ремонт. Далее. Плавный предупредительный рекламент или ППР. У вас появляется уже так называемый календарик, в соответствии с которым вы будете осуществлять ваши ремонтные работы. Я думаю, что тоже всем знакомым останавливаться… А, да. Если мы рассмотрим это, опять-таки, с точки зрения автомобиля, то у вас есть, скажем, какой-то график посещения, график ТО в свой автомобиль. Раз в полгода вы отвозите свой автомобиль на ТО. Если мы переходим к следующему, более сложному, и, с другой стороны, более эффективному методу, это ТО по фактическому состоянию. То есть, когда у нас помимо календарика еще добавляется какой-то счетчик. А если мы говорим про автомобиль, то это одометр, который отображает километраж. То есть, скажем, вы уже техобслуживание будете проводить после того, как вы проехали очередные 15-20 тысяч километров. И если мы движемся дальше, то самые сложные, но и с точки зрения эффективности, самые эффективные – это диагностическое техобслуживание, то есть построение уже математических моделей, когда у нас объекты производства становятся более сложными и критически важными для производства. Соответственно, нам нужно минимизировать время в ростуе, так как мы при этом будем терять огромное количество средств, да и количество средств, потраченных непосредственно на ремонт, если что-то выходит из строя, тоже будет достаточно значительным. Итак, львиную долю – это ППР, а далее – это работа до отказа. Если мы вводим новый термин и подход как техобслуживание по состоянию, то львиную долю ППР замещает диагностическое обслуживание, немного сокращается при этом работа до отказа, и при этом получается такое небольшое пространство, скажем так, для возможности сэкономить. При этом экономию я подразумеваю не только в денежном эквиваленте, естественно, все сводится и к экономии в деньгах тоже, но и человеческие ресурсы, человеческое время тоже, и сокращение времени простое. И далее все, в принципе, о чем мы с вами поговорили, но уже более в таком виде, как, например, меньшие работы до отказа, естественно, минимизация простоев и экономия средств в итоге. Итак, из чего состоит организация ТО по состоянию? Здесь представлены методы, по которым это можно организовать. Я бы не назвала их даже, может быть, не методы, а скорее этапы, которые необходимы для того, чтобы привести в жизнь на вашем предприятии ТО по состоянию. При этом это не взаимоисключающие этапы, они очень замечательно дополняют друг друга. Если они представлены у вас все на предприятии, то это идеальный, конечно, вариант. Мониторинг состояния оборудования. Первый этап. Рассматривается из четырех последовательных действий. Итак, у нас есть входные данные, параметры вашего технологического процесса. Вы их анализируете с помощью каких-то дополнительных методов либо стандартными механизмами. Далее формируете уведомления, то есть оповещения, которые отправляете в случае, если какой-то параметр выходит из-за уставки. И непосредственно действия. Когда вы это оповещение квитируете и, может быть, комментируете, эскалируете и так далее. Если рассматривать, что делает конкретно PySystem в этом вопросе, и если вы работали с нашей системой уже, то вы понимаете, все эти этапы PySystem с успехом реализует и покрывает. С точки зрения сбора данных, их анализа с помощью нашей аналитики, уведомлений с помощью PyNotifications, и далее действие – это тоже часть PyNotifications. Следующий этап – это определение точки отказа. То есть так называемая PF-кривая, где P – это потенциальный отказ, и F – это функциональный отказ, когда оборудование уже не выполняет возложенных на него функций. Если мы будем рассматривать, как мы можем продлить срок службы нашего оборудования, то, естественно, здесь подключаются различные методики и средства, математический анализ, в частности, ультразвуковой анализ. При этом наша задача – как можно дальше отодвинуть точку зарождения отказа. Естественно, у нас есть предел диагностики, если вы посмотрите на шкалу времени. Вы не можете до безконечности диагностировать. В какой-то момент нужно будет проводить ППР, но наша с вами задача – максимально увеличить так называемое окно возможностей и отодвинуть предел повреждений, то есть фактически выход из строя данного оборудования. Какую роль при этом играет PySystem? Он является так называемым местом для консолидированного сбора всех-всех данных из различных систем, из различных систем и механизмов аналитики. Следующий этап – это оценка состояния оборудования. Если мы возьмем в качестве примера трансформатор и будем трансформаторы, представленные у нас на предприятии, ранжировать, придавать им веса, соответственно, чем меньше вес, тем выше в приоритете в очереди на техобслуживание. Какую роль при этом играет PySystem? Это, опять-таки, средство для аналитики. Вы можете либо сразу, используя наши инструменты аналитики, проводить такого рода анализ. И далее PySystem может передавать эти данные, проанализированные данные уже в различные сторонние системы управления техобслуживанием или так называемый CMMS. Интеграция с TAIR. Здесь, на самом деле, тоже все достаточно интуитивно понятно. У нас есть какая-то система TAIR, в которой по расписанию генерируется нарядная работа и, соответственно, ремонтная работа проводится. С другой стороны, у нас есть с вами технологический процесс, в котором есть технологические параметры. И хотелось бы, наверное, интегрировать напрямую эти две системы. Но, на самом деле, этот подход не работает, потому что, во-первых, это как два иностранца. Они разговаривают абсолютно на разных языках и оперируют разными понятиями. Да и поток технологических параметров температуры потребления он, в принципе, не нужен. Этот большой объем данных не нужен на системе TAIR. Они не будут знать, что с этим совсем делать. Поэтому нужен своего рода переводчик, в частности, оперативный архив, который будет проводить анализ процесса, давать какую-то оценку состоянию вашего оборудования и уже дальше, определяя какие-то отклонения, передавать эти данные в систему TAIR. При этом, если мы будем говорить про современные источники данных, есть так называемые интеллектуальные датчики, которые могут сами передавать не только данные аналогом в виде, но и передавать собственное состояние, то есть насколько он работает, не работает. И при этом вы еще можете расчетные параметры, например, наработку, также передавать в систему TAIR. На стороне TAIR при этом будет появляться уже, как мы с вами говорили, счетчик, с помощью которого вы уже будете отслеживать фактическое состояние и генерирует наряды на работу. Качественные характеристики – это я уже упомянула. Это про интеллектуальные датчики. Да, и на стороне TAIR это будет отображено, возможно, с помощью какого-то идентификатора о состоянии вашего исходного объекта. Естественно, это будет двунаправленная интеграция. В свою очередь, TAIR на систему, на оперативный архив будет передавать все данные, например, когда было произведено последнее ТО. И это будет работать, конечно, но будет очень плохо работать, если у вас нет модели данных. А если мы говорим про PY-System, то это модель IF. В идеале, естественно, иметь такой симбиоз этих всех подходов, где на входе мы имеем с вами какие-то уже обработанные данные. Более того, вы можете, например, на входе иметь также аналитику, используя количественные характеристики, которые даст возможность вам сделать вывод о состоянии вашего оборудования. Например, анализ частот сети, используя преобразование в фурье, даст вам возможность оценить состояние, например, вашего трансформатора. Данные при этом будут поступать, используя стандартные наши интерфейсы, то есть установки какого-то дополнительного оборудования вам не понадобятся. Далее вы пробуете проводить анализ, например, как мы уже с вами говорили, с помощью ранжирования и какие-то дополнительные системы аналитики создавать уведомления, создавать события в случае, если выходят какие-то параметры из-за уставки, и непосредственно уже производить какие-то конкретные действия. PySystem при этом, как вы уже наверняка поняли, является как раз-таки ядром этой всей системы. Если мы будем говорить конкретно про нашу систему, то необходимо для реализации данного подхода пройти через шесть основных шагов. Первый – это, естественно, сбор данных с источника. Далее – это архивация данных с помощью нашего PyData Archive. Создание модели и аналитики. То есть на данном этапе необходимо продумать, какова логика мониторинга вашего оборудования, состояния вашего оборудования. И на следующем этапе – это уже непосредственная визуализация в реальном времени. И создание оповещений. И рассылка оповещений. Давайте, может быть, посмотрим некоторые вопросы. Я вижу, что у нас активно достаточно задают вопросы в чате, перед тем, как мы перейдем непосредственно к демонстрации. Анна, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие показатели ТАИ рассчитываются по системам и каким образом? Спасибо большое за вопрос. Мы его обязательно рассмотрим. Сейчас на демонстрации я непосредственно покажу, как это делается. Для какого вида оборудования вы считаете эффективным применение обслуживания по состоянию? Естественно, мы говорим с вами не про лампочку. Помните, в самом начале я давала пример. Если мы говорим про фактический, то есть наступил отказ, мы заменили лампочку. Лампочка перегрела, мы ее заменили. Естественно, для такого некритически важного оборудования техобслуживания по состоянию не имеет смысла. Это нецелесообразно. А если мы говорим уже для более дорогостоящих, например, трансформаторы, турбины различные, то, естественно, для них необходимо техобслуживание по состоянию. А так, конечно, все зависит от отрасли, о которой мы с вами говорим. Расскажите подробнее про информационную модель трансформатора. Про конкретные примеры мы с вами в модели посмотрим насосы в демонстрации. Если интересно, я вам расскажу в конце вебинара, как можно будет воспроизвести. И это, по крайней мере, даст вам отправную точку для того, чтобы применить тот же самый подход для своего оборудования. Дело в том, что он такой, скажем так, общий подход. Какие-то основные принципы в нем описаны. Он, на самом деле, все это демонстрации, все эти, даже симуляторы данных. Это все доступно в общем доступе. Я просто расскажу, где это можно взять и посмотреть конкретно у себя. Существует ли в ПАИ каталог услуг? Не очень понимаю, что такое каталог услуг. Каких именно услуг? Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что вы имеете в виду? Существуют готовые алгоритмы для анализа данных мониторинга. Но, опять-таки, я уже упомянула про нашу демонстрацию, которую вы можете развернуть у себя и посмотреть. Действительно, там уже есть некоторые основные принципы, основные параметры, которые необходимо учитывать. Рассчитывать, например, на работку, при этом какое время рассчитывать КПД и так далее. Давайте, пожалуйста, задавать. Спасибо большое за ваши вопросы. Задавайте их дальше. Мы сейчас будем двигаться вперед по нашей демонстрации. Итак, мониторинг оборудования. То есть мы с вами сегодня рассмотрим демонстрацию для насосов. У нас есть AF-модель, в которой как раз-таки насосы реализованы и построены с определенным набором параметров. И далее мы хотим создавать аналитику, проверять условия, например, в частности, частота оборотов ротора. И, например, если у меня частота снижается и будет меньше 500, я хочу отправлять уведомления, скажем, инженеру, чтобы он перепроверил, все ли в порядке. Далее можно будет посмотреть, и мы будем с вами смотреть, экранную форму, на которой сведены все вот эти параметры воедино. Можно, естественно, отображать различные графики. Здесь у меня непосредственно скриншоты PyCore-сайт, но вы можете… Мы с вами тоже посмотрим это все, интегрированный из процесс-бук-монима-схемы. И, естественно, интересно будет посмотреть то же самое еще и на страничке в Excel. Так, давайте посмотрим непосредственно. Итак, это Core-Site. Это моя такая… Да, давайте я вам сейчас модельку быстро покажу. У меня есть модель с насосами. Насосы все созданы на основе одного и того же шаблона. У них есть определенный набор атрибутов. Есть, если вы заметили, здесь такие расчетные параметры, которые здесь же у меня с помощью аналитики высчитываются, рассчитываются. Далее все данные у меня генерируются с помощью рэндом-интерфейса. То есть это случайный набор чисел. И также в демонстрации, которую вы можете скачать, также у вас будут данные рассчитываться. То есть это будет вполне живая система. К визуализации переходим. Есть несколько у меня в Core-Site экранных форм, интегрированных из ProcessBook. То есть это веб-клиент, на который вы можете в реальном времени смотреть, как происходит ситуация с вашим производством. Здесь у меня отображены несколько насосов. Сейчас индигаторы у них зеленые, то есть все в порядке. Если индигатор сменится на красный, соответственно, со состоянием что-то не то. Примерно в таком же виде это выглядит все и в ProcessBook. То есть это уже непосредственная информация про конкретно взятый насос. Здесь что интересно. У меня отслеживается состояние. Если вы видите, у меня как раз-таки зеленый индикатор, все в порядке. Для конкретно данной модели состояние у меня 3. Если 0, то все в порядке. Вот видите, код статуса у меня 0, то есть все работает. Если 1, то останов, 2 – это поломка. Как эта система идентифицирует? Идентифицирует она по косвенным показателям. В частности, это частота и ток. Если частота 0 и ток 0, то останов. Соответственно, ток не подается, все, насос не работает. Кстати говоря, программное обеспечение АЭФ у меня последняя версия. Это вопрос, который у нас сейчас задали. Если вас интересует конкретно по версионности, можете уточнить, что именно, какая версия и почему такой вопрос возник. Далее. Если частота 0, а ток есть, то это неисправность. Конечно, это неисправность. И, как я уже сказала, если есть и то, и другое, то все в порядке, работаем. Что здесь еще интересно вам? Как я уже говорила, PASystem собирает, вбирает из себя различные данные с различных систем. В частности, например, из одной АСТП можно взять частоту, те же самые напор, подачу, из другой АСТП, входные-выходные давления. Из, например, электрической системы можно взять ток и напряжение, а потребление вообще из какой-то четвертой системы коммерческого учета. Здесь же у меня представлены различные параметры, отображающие НСИ. То есть тоже какие-то характеристики стандартные нашего насоса. Также здесь расчетные параметры, например, как КПД, которые мы фактически с вами рассчитываем в АЭФ. Еще одни параметры поступают из системы ТАИР, например, дата последнего ТО. И еще тут наработка и простой. Это тоже рассчитывается у нас в АЭФ нашей аналитики. Аналитика с какой версии появилась? Вопрос. Аналитика появилась точно с 15-й. Даже раньше, с 12-й, мне кажется, да, с 12-й версии появилась аналитика. Но что касательно версий, это можно уточнить, посмотреть на сайте технической поддержки. Есть так называемый roadmap, дорожная карта, и там все по версионностям рассказано. При этом, если мы будем говорить, никакой дополнительный апгрейд самого сервера это не потребует. Это исключительно такая компонент будет для АЭФ. С 14-й версии. С 14-й версии меня тут поправили. Я уже настолько привыкла, что она есть, поэтому мне кажется, что она всегда была. Так, давайте вернемся непосредственно к нашей модели. Здесь, в принципе, все понятно, я думаю. То есть такой консолидированный экран, на котором это поражены все наши данные из различных систем. Что еще интересное, что я хотела показать, это отчетность и построение, скажем, табличной формы представления тех же самых данных, в частности, здесь у меня в Excel. То есть это все тоже можно отображать уже. Результаты, например, я взяла два параметра. Простую наработку, самые, скажем так, интересные, с точки зрения ТАИРа. Вы здесь можете это расширять. Использовано это с помощью механизмов стандартных PowerPivot и Chart. Это стандартные, опять-таки, средства для Excel. Если интересно про версионность, это тоже версии, которые раньше нужно было отдельно устанавливать, в 13-м, например. Нет, в 13-м это уже идет. В предыдущей версии офиса нужно было установить, но это все бесплатные средства, которые можно скачать. В 13-м это уже встроенный функционал. И есть еще у меня небольшой отчетик по уведомлениям. Уведомления у меня генерируются, например, если у меня частота уже, как я уже говорила, меньше 500 оборотов, то открывается событие. То есть мы хотим мониторить этот процесс и, помимо этого, отправлять уведомления заинтересованным лицам. А дальше уже мы, например, хотим или не хотим, чтобы они квитировали это сообщение, возможно, оставляли какие-то свои комментарии. Да, давайте опять вопросы. Шести обмонточный трансформатор можно у вас моделировать. Я думаю, что в нашей системе вообще все возможно, в том числе и эта задача тоже. К сожалению, я не специалист по трансформаторам, поэтому я думаю, этот вопрос можно будет отдельно с вами проработать дальше уже вне рамках вебинара. Если данные по эффективности применения ТО, по состоянию, например, для датчиков давления, это эффективно? Конкретно на данный момент у меня, скажем так, статистики такой нет, но это тоже можно все посмотреть. И это уже, скажем так, вопрос общий к ТО по состоянию, а не конкретно к ТО по состоянию совместно с по асистам. При иденном применении с насосами вибрациями, меряется состояние насоса и необходимости в ремонт обслуживании, как вычисляется время следующего ТО? С точки зрения аналитики, я не знаю, это на самом деле тоже такой очень специфический вопрос. Мы можем, я могу там отдельно, например, вам опять-таки в LinkedIn ответить на него прямо с конкретными формулами, если пожелаете. Просто не будем на этом останавливаться. Как изменится параметр? И в случае, если до следующего ТО случай аварийного останова насоса продемонстрируется. Я думаю, что опять-таки вот эти вот демонстрации… Дело в том, что у меня симулируется в реальном времени это все. Поэтому я даже, честно говоря, не знаю, насколько это будет правильно или цельсообразно сейчас останавливаться на этом вопросе. Единственное, что я могу для вас сделать, опять-таки в LinkedIn все вам выложить туда с точки зрения именно конкретных вопросов по аналитике. Но я опять-таки вас призываю, если вам эта тема интересна и у вас есть возможность развернуть эту систему у себя и протестировать, то она доступна для вас, для общего доступа. Сейчас я с демонстрацией, пожалуй, все и покажу сейчас как раз, где можно это все скачать. Итак, возвращаемся в презентацию. Где скачать это все? На сайте технической поддержки. Если у вас до сих пор нет аккаунта и вы не зарегистрированы на сайте, то, пожалуйста, отправляйтесь сюда и скачивайте. Это называется Asset-Based Pay Example Kit для Pump Condition-Based Methods. Скачав это, это архив небольшой. Вы получите документацию описывающую, как работать с этой демонстрацией, как работать с этой моделью. Далее будет небольшое видео и непосредственно сама модель. Кстати, я вам обещала рассказать, как с SAP M, например, мы интегрированы. Сейчас немного отойду назад по слайдам и скажу буквально пару моментов. Как раз если мы говорим и про SAP M, да и вообще в принципе про сторонние системы TAIR, то зачастую мы интегрированы с ними с помощью и у них есть функционал написания дополнительных веб-сервисов. Вот, например, SAP M. В случае, если какой-то триггер срабатывает, формируется XML-файл, который отправляется в SAP, система SAP распознается и уже дальше какие-то действия в соответствии с этим принимаются. То есть все на самом деле достаточно просто. Да, возвращаемся. Это не единственный ресурс, который доступен вам для скачивания, для того, чтобы почерпнуть больше информации. Есть у нас отдельный сайт, который называется PowerCBM. Опять-таки наш оси-софтовский сайт. Вы можете здесь тоже почерпнуть информацию, узнать, что-то скачать. Но все на самом деле замечательно, если бы не некоторые «но». Например, это организационные трудности, с которыми вы можете столкнуться во время реализации этого проекта. Естественно, вам нужно будет проработать конкретно для вас эту систему с множеством различных специалистов, с различных департаментов. Также возможны сложности с точки зрения законодательной. Например, если вы хотите отодвинуть плановое ТО чуть дальше во времени, то вам необходимо будет пройти несколько бюрократических сложных кругов, чтобы этот процесс реализовать. Естественно, нет единого решения типового какого-то, но это на самом деле не самый страшный момент. Есть, конечно, какие-то технические сложности. Например, с организационными мы, возможно, вам никак не сможем помочь, а вот с техническими здесь уже, конечно, по ассистам в полной мере реализуют все из этих трех трудностей, с которыми вы можете столкнуться. Да, и я думаю, что здесь главное мыслить позитивно и начинать этот большой проект с малого, с какого-то отдельного единицы оборудования или отдельного типа оборудования, наиболее критически важного для вашего производства. Если вообще рассматривать, что мы хотим максимальное количество оборудования перевести на техобслужение по состоянию, то это проект такой бесконечный, он никогда не закончится, всегда найдется какие-то улучшения, которые захочется сделать. Вот, пожалуй, все. Если у нас еще есть какие-то вопросы, если данные из СУТП перестанут подаваться на определенный промежуток времени, а в последующем восстановится передача данных, вместе с текущими данными придадутся те данные, что накопились при обрыве связи. Как в этом случае отреагирует расчет по ТО? На самом деле все отлично отреагирует. Аналитик себя абсолютно комфортно чувствует. Если каких-то данных нет, она может пересчитать, точнее рассчитать данные в прошлое, если они и появились, накопились. То есть с точки зрения P-система никаких сложностей не вижу. Еще вопросы? Если какие-то остались вопросы, мы еще остаемся онлайн. Пожалуйста, задавайте. А пока я передам слово Марине. Аня, спасибо большое за презентацию. Я сейчас расскажу вам о предстоящих мероприятиях, так что если кто-нибудь не успел написать нам свой вопрос, пожалуйста, соберитесь, у вас есть еще немного времени. Итак, новость первая. С конца прошлого года мы начали выпуск электронной ежеквартальной газеты о P-систем. Газета называется P-систем экспресс. Чем она может быть вам интересна? В каждом выпуске вы найдете советы инженеров техподдержки ОСИ-софт, информацию о последних релизах, статьи из базы знаний, истории пользователей P-систем, анонсы тренингов и вебинаров и многие другие интересные материалы. Сейчас на слайде вы видите темы, которые вошли в прошлый мартовский выпуск. Среди них, кстати, улыбающееся лицо Анны со ссылкой на вебинар по бизнес-аналитике. Надо уточнить, что в данный момент читателями электронной газеты являются только пользователи P-систем. Если вы также хотите получать ежеквартальную рассылку, то, пожалуйста, напишите нам на адрес rushasobachkosysoft.com Следующий выпуск, который выйдет в свет в конце, июня будет в основном посвящен нашей сегодняшней теме, теме ремонтов и техобслуживания. А в письме с видеозаписью сегодняшнего вебинара, который вы получите в ближайшее время, мы также пришлем ссылку на предыдущие номера P-систем экспресс. Так что, если кто-то пропустил, не волнуйтесь, у вас появится возможность упущенная наверстать. Следующий вебинар мы проведем 17 мая. Время начала стандартное, 11 утра по Москве. Тему вы сейчас видите на слайде. Мы обсудим доступ к данным P-систем, P-систем аксесс. Эта тема была выбрана исключительно по результатам голосования читателей в мартовском номере P-систем экспресс. И в дальнейшем мы планируем продолжить эту традицию. И темы для вебинаров мы будем выбирать, исходя из ваших нужд и пожеланий. Поэтому, пожалуйста, высказывайтесь, голосуйте, а мы по возможности постараемся учесть все ваши замечания. Регистрация пока не открыта на вебинар, но в ближайшем времени можно будет зарегистрироваться также на нашем сайте www.osysoft.ru. Тренинги. Весенняя серия тренингов уже почти подошла к концу. Осенью практически все из них повторятся. Единственное изменение курса по администрированию в этом году мы больше проводить не будем. И вместо этого первым тренингом в сентябре будет тренинг, посвященный конфигурации P-систем, в котором большое внимание будет уделено развертыванию коллектива. Темы и расписание вы сейчас видите на слайде. Также их можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Обучение». Там же представлена, кстати, подробная программа каждого курса. Заявки на обучение отправляйте на наш обычный электронный адрес rushasobachkosoft.com Ну и, наконец, самая интересная и важная для нас в этом году новость. 7-8 июня состоится региональная конференция Ossesoft в Москве. Она пройдет в отеле W3 by Hilton. Пока из подробностей могу сообщить, что на конференции мы затронем тему интеграции P-систем со средствами бизнес-аналитики, прогнозирование потребления электроэнергии, расскажем о полностью переработанной системе оповещений и революции визуализации P-систем. Наши партнеры CROC, Setpoint, ITPS и Indosoft подготовят свои демонстенды и расскажут нам о расчете наработки оборудования, ручном вводе данных и использовании P-систем как системе вибромониторинга. Темы пользовательских презентаций также очень скоро появятся на сайте конференции, так что следите за обновлениями. Ссылку на регистрационную страницу можно найти на нашем сайте www.sesoft.ru Осталось уже совсем недолго, регистрируйтесь, будем очень рады видеть всех на нашем мероприятии в июне. Ну и последнее. Для тех, кто хочет еще раз обсудить тему ремонтов или не успел задать интересующие его вопросы, хотя к ним мы сейчас вернемся, ветка по сегодняшнему вебинару уже открыта в нашей группе «Сообщество пользователей по асистем Линдин». Обсуждение там уже ведется, так что заходите, может быть найдете что-то интересное для себя. Сейчас мы посмотрим, что у нас осталось по вопросам. Итак, скажите, есть ли примеры эффективного внедрения в вашей системе? Я думаю, что у нас все примеры, в принципе, достаточно… Любой пример будет, практически любой будет эффективным. Насчет цифр сложно сказать. Я этот вопрос уточню обязательно для вас. Существуют разработанные методики анализа состояния технического оборудования или необходимо разрабатывать на этапе внедрения? Опять-таки, я бы вас отправила на этом вопросе к нашей демонстрации, к нашему демо, и там вы уже посмотрите, как мы считаем, как мы предлагаем точнее посчитать и наработку, и различные параметры, которые я вам сегодня показывала на демонстрации, как мы организуем вообще этот процесс. Может быть, для вас часть вопросов будет при этом решена уже. Есть примеры реализации интеграции PIE и SAP PM? Есть. И на странице в LinkedIn мы их уже обсуждаем, и там даже есть конкретные презентации конкретных наших заказчиков, правда, не российских, которые как раз-таки интеграцию эту используют и работают. То же самое есть и для IBM Maximum. И, пожалуй, все. Спасибо большое за активное участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Очень приятно, что вы посещаете, слушаете. и спасибо большое. Хорошего дня. Активно участвуйте. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok